Сегодня особенный день. Дружное семейство Кибербобра отправляется в путешествие в Варшаву. Наш друг Кибербобер привез путешественников на вокзал. А вы знаете, что с марта 2023 года на границе Белоруссии и стран Евросоюза у всех выборочно проверяют телефоны? Кажется, путешественники не подготовились к этому дополнительному квесту. Но ничего, сейчас Кибербобер подробно расскажет, что именно проверяют в телефонах. Проверяют список звонков и контактов. Обязательно удали все небезопасные контакты и звонки. Проверяют историю просмотренных видео на Ютубе. Поэтому удали свою историю просмотров, а заодно очисти историю поисковых запросов. Проверяют переписки в мессенджерах. Мама, помнишь, ты пересылала мне рецепт соленых огурцов с Мироубай? Этот ресурс признан экстремистским, поэтому хранить такую переписку небезопасно. Проверяют также галерею фотографий и корзину галереи. Удали с телефона чувствительные фотографии, например, смирных протестов, или скриншоты, которые могут связывать тебя с группами или людьми, признанными репрессивной властью экстремистами. Помни, что фотографии, удаленные из галереи телефона, не сразу пропадают с устройства. Они перемещаются в корзину на 30 дней. Поэтому корзину галереи тоже нужно дополнительно очистить. А после этого перейди в облачное хранилище и наведи порядок там. Также проверяют профиль в Инстаграм. Почисть строку поисковых запросов, перепроверь свой архив, убери сомнительные лайки, зайди в Директ и почисть переписки там. Проверяют платежи в Фейсбуке. Единственный надежный способ скрыть донаты – удалить аккаунт в Фейсбук. Но это нужно делать сильно заранее, так как страницу можно восстановить еще в течение 30 дней. Проверяют весь Телеграм. Переписки, ссылки, подписки на каналы, список контактов и фотографии. Фух, работенки было много. Но бобры успели почистить свои цифровые следы и готовы к прохождению границы. Кибербобер напоминает, что произвольные досмотры устройств на границе являются репрессивным инструментом, который белорусский режим использует для забугивания нелояльных властям людей и для поощрения самоцензуры в обществе. Пожелаем семье Кибербобра хорошего путешествия и увидимся в следующей серии.